Письмо 19. 20 декабря 63-го. Дорогой Коша, в настоящий момент я нахожусь на почте рядом со школой. Пишу с трудом, потому что мерзнут руки. Идет снег, и так холодно, что пара дыхания почти замерзает. Завтра рождественские каникулы, и я решил, что в последний день перед довольно большими каникулами не стоит идти в школу. Я оторвался, и вот я здесь. Две недели назад получили табеля. Мой один из лучших. Начинаю мечтать о том мгновении, месяцев через 5-6, когда вернусь домой. Письмо мое похоже на телеграмму, будто я экономлю слова. Кончаю писать короткими фразами и перехожу к более подробному изложению. Ты однажды просил описать место, где я живу. Итак, Элкинс-парк. Это один из пригородов Филадельфии. Примерно три четверти часа езды от центра. У всех больших городов есть пригороды, иные с населением более ста тысяч. Нигде не увидишь многоквартирных зданий. Вместо этого десятки частных домов, построенных сто лет назад, и каждый похож на дворец. Вокруг домов просторные сады, или еще чаще лужайки. Масса деревьев, а также озер, в настоящий момент совсем замерзших. Мир полон движения и жизни, если судить по числу машин, проезжающих в этот миг по шоссе. Теперь, прожив здесь достаточно долго, я могу сказать тебе с уверенностью, мир этот ужасен, делать здесь нечего, все разлагается, и настоящей жизни здесь нет. Есть у меня подруга, которая здорово отличается от прочих американских девиц. а. Она умна, б. По-настоящему красива, в. Тебе бы стоило с ней познакомиться. Напиши мне дату вашего призыва в армию. Так как я вскоре возвращаюсь в Израиль, я хочу, я обязан быть в курсе всего, что происходит. Напиши, о чем хочешь, кто, куда, когда и прочее.